здравствуйте дорогие друзья итак доплыли мы до дня когда сегодня вечером голова года сегодня будет суд за все прошедшее будет определение судьбы на будущее вот такой сегодня день я хочу рассказать сегодня очень коротко несколько вещей о сегодняшнем дне который может быть никто знает не знает разрешается ли вообще переживать и плакать в рошашина написано в книге массы раф от имени вилянского гаона что нельзя плакать на рошашина нельзя переживать царство небесное похоже на царство земное вот каждый раз когда мы себе представляем себе как наши действия отзовутся представьте себе о земном например вот земной царь и так земной царь огромный праздник он сегодня визжает в город сегодня устанавливается царство вот этого царя и вот стоит чек и плачет подходит нему царь про счет плачет начинает рассказывать что-то нет те когда человек с улыбкой когда человек с радостью когда человек с доверием я верю что пришел царь и он простить мои грехи я верю что пришел новый царь вот этот великий царь его снова устанавливать своим царем и он все сделает к по лучшему поэтому плачь в рошашина он ну как бы не совсем относится к нашему миру с другой стороны написано что аризаль говорил что если человек плачет во время молитвы это совсем другое но тут как бы кому как удобно есть еще одна вещь разрешается ли вообще говорить о грехах или каяться в рошашина категорически нет то же самое переведем на царство земное предположим стоит царь проходят люди поздравляют его с пришествием на царство один подходит царь я поздравляю тебя ты знаешь я вот это сделал вот это вот это какая разница что ты сейчас сделать мы коронуем царя книги заар написано что в рошашина не упоминают грехи чтобы не пробуждать суд за них и это очень важная вещь которую надо знать ну и последнее упоминаются ли личные просьбы в рошашина написано в книге заар что тот кто просит личные просьбы в рошашина подобен псу который только лает чтобы мы дали пищу еще еще и еще чек должен быть в этот день когда решается судьба мира решается его судьба в следующем году ему должен быть важен доверие к творцу почет творца то есть радость творца он должен молиться не про свои личные нужды так написано так написано однако у нас же все есть однако равсалантер сказал что в наше время когда поколение отпустилась духовном уровне есть все-таки возможность и даже может иногда важность молиться о личных просьбах поскольку без этого человек не будет чувствовать что это судный день если же сачек все-таки удержится и поймет что опять возвращаюсь к земному царству вот пригласили тебя на день коронации царя ты пристаешь нему с личной просьбой неудобно как поэтому оставьте надо вообще вот эти все просьбы оставить все надо на дни между рушана и емкипуром самым его кипур а сегодня суть этого праздника только в одном мы коронуем царя мы признаем его царем на следующий год мы призываем его на царство мы говорим что мы знаем что в нашей жизни без тебя не будет ничего вот это суть главная этого праздника коронация царя а то что это выпало на шаббат это очень хорошая примета потому что шаббат ничего плохого принести не может брахавы от слаха хорошей печати в книге жизни хорошего приговора и вообще вот чтобы все поменялось наконец и чтобы бог увидел что мы стараемся улыбнулся тоже и послал нам хороший новый год брахавы от слаха